привет им добро пожаловать это наша следующая комната это комната сына детская комната где-то 12 квадратов довольно таки большая комната сейчас буду делать здесь ремонт обклеивать стены надо верхний откосик сделать поклеить обои и покрасить потолок здесь идеальный ничего делать не надо единственный вот здесь кто-то этот вентиляцию делал испачкал надо посмотреть оттерется это пятно или нет двери конечно же я буду все красить но это будет последнюю очередь дабы чтобы их при ремонте туда-сюда не царапать не пачкать потому что масляная краска она очень долго сохнет все комнаты сделаю потом только буду двери красить и все лампу же повесили вот детскую комнату посмотрим что из этого у нас получится ну что пожелайте мне удачи нервов и сил кто не подписан подписывайтесь ставьте лайки включайте колокольчик чтобы не пропускать этапы ремонта новых видео и итоги выводить увидите результат к поклейка обоих продолжается вот до сюда мы дошли с окна вот так немножко сделал решил сделать паузу немножко отдохнуть вот они еще мокрые еще не высохли я прохожу с тряпкой проверяю стыки не зашли они друг на друга чтобы они были ровные то после покраски все видно некрасиво бывает еще мокрые скажу сейчас усохнут кстати девочки эти обои с магазина акцию наказались очень хорошим день даже за 5 50 за ровно вполне достаточно оправдываемая цена обои очень хорошо не капризные поддаются так что смело могу посоветовать эти обои я взяла просто для теста их спальню комнату но они очень красиво выглядят после покраски тем более девочки всем привет еще раз включение уже после обеда нам вот и двери дошли клеить обои сам процессе особо не снимаем потому что когда ты работаешь тебе не до камера бывает честно говоря так обои клеить думаю ничего интересного в этом нет вот до сюда вы дошли остался этот и вот этот кусочек сейчас надо поехать за сыном отвезти его к логопеду приеду может доделаю сегодня если темно не будет вот так я сегодня поработала тут уже обои сохнут тут они еще мокрые вот уже сохнут идет процесс у нас такой девочки хочу показать вам как я вот таких маленьких местах кусочках где надо ровные кусочки подобрать доклеить вот этот угол мне остался не хотела сюда резать целый рулон взяла кусок ровный вот так здесь так сделала и как я здесь с этим куском хочу ровно стык сделать этот слой я чуть-чуть подняла она вот этот и вот так обе их вот так порезала а потом мы снимаем и верхнюю слой и вот эту нижнюю теперь у нас получится ровный стык будет у них стыковка космической ровности вообще незаметная высохнет краской покройте вообще ничего заметно не будет вот такой лайфхак вам если вдруг кто-то не знал как ровный стык сделать сейчас я шпакелем пройдусь еще выровняю вот так заклеили полностью ту шторку временно поиск под этой я под цвет этой шторки мой сын захотел себе темно-синий цвет комнату хочет чтобы одну стену хотя бы ему сделал целую комнату хотел но говорила на одну стену сейчас будем красить девочки вот как-то так у меня получается это первый слой здесь малярной лентой сделали букву д первая буква имени сына поэтому не знаю здесь быть красиво ставлю будет страшно это у меня была идея с этого угла вот так вот большой вот так до пола вот так букву это сделать белого цвета начала второй слой видите вот этот квадрат первое слово живут захнам конечно уже на улице потемнело но я не хочу это оставить на завтра если я оставлю мне придется взять новый новый вот этот варю валик новую ванночку все щеткой все придется взять но поэтому я хочу сегодня сюда делать если где-то завтра будет недоделки возьму маленький валик вот с ним буду доделывать вот как-то так получается этот синий тет с белым очень красиво сочетается оказывается с этой шторкой девочки у меня сейчас ювелирная работа вот этот синий и белый вот этот стык надо ровно сделать вот хоть малярная лента синий прошелся на белый видите неровно стык получился поэтому я взяла маленькую кисточку для рисования чтобы сильно не надавить на ленту валиком я прохожусь вот художественной кисточкой чтобы этот стык был ровно четкий такая ювелирная у меня работа тут остальную комнату кроме одной этой синей стены я решила покрасить белый ночной этого синий цвет очень красиво сочетается с белым прямо они очень похожи по плотности и красиво вот так буду вот эти наделывать и красить помощник мы уже во всю работает да ты хочешь работать вот эти я закончила покрыть белые стены краской белой краской сейчас мне надо тут убраться помыть окна я решила эту стену буду еще раз красить именно эту просто там ребенок игрался красил как-то неравномерный слой получился где-то много где-то мало именно этот это стена где он игрался заметная эту стену надо еще раз покрасить белой краской остальное уже не надо очень хорошо покрылась я покрасил очень толстым слоем видите вот синяя краска тоже высохла вот такая она получилась я сказала я покупала как сказать у нас он называется как бы half мат половина матовой у меня спасать и на получился очень такой бесконечно идея уже на сайте собрала шкаф пакс ребенку сюда где-то метр он был функциональность очень хорошая выбрала с большими корзинками с штангой с обувницей ему пока хватит метр двести тридцать шесть глубина шестьдесят вот такой большой шкаф будет от потолка до пола думаю ему пока хватит если что можно у них докупить и кейли любое время я на сайте собрала этот шкаф или онлайн или поедем закажем или сами привезем надо решить этот вопрос у сына нет шкафа ну вот так девочки буду заниматься сборкой как вам сочетание цветов синий и белый они обе холодные оттенки очень красиво сочетаются я так поняла это кровать по цвету уже не подходит шкаф я выбрала кстати белый потому что ореховый который я люблю цвет ему сюда не поклонник космоса последнее время он у меня помешан на космически вот этих ракетов космонавтов покажи свою и даже телефон на чух чухол на телефон выбрал себе космический покажи свои тут посмотрите какие красивые кстати заказали их на алиэкспресс ссылку оставлю классный дописи девочки приехал шифонер наш каст пакс гардеробная икея парни назад заказала как я сказала комната кстати у меня закончена стены все сделаны мебель расставила до поздно вечера убиралась работала в общем конечный результат я вам потом сниму с такими корзинками я его заказала белый шкаф сейчас будем забирать ну что девочки у нас процесс идет верхняя полка пошла каркас собран сзади фанеру прибили так девочки вот корзины вот три таких огромных они очень глубокие вместительные там можно еще органайзер внутрь поставить вот они три корзинки и вот обувница тоже белого цвета на шкаф белый обувница корзинка штанга все белое шкаф полностью собран вот такой большой шкаф поставим двери и я вам полностью его покажу девочки шкаф из магазина икея серия пакс собран размер двести тридцать шесть сто сантиметров глубина 60 вот двери поставили мы ручки еще не купили потому что хотела типа такие голубые темно-синие что такое хотела не стандартные ручки хотел поэтому мои ручки пока не вот такая комплектация внизу обувница три корзинки для повседневой повседневной одежды штанга и верхняя полочка чтобы хранить где какие-то вещи чемодан рюкзак что такое вполне достаточно будет я думаю шестилетнему ребенку вот смотрите какие глубокие корзинки я сюда положу что-то мягкое какие-то коврики бывают там икея чтобы сетка не опечаталась на одежде на тонкой одежде вот такой шкаф гардеробная пакс из и магазина икея люблю именно серию пакс шкаф даже для ребенка решила взять не детские а именно вот этот метровый пакс потому что если что можно внутри содержимое тоже поменять полки поменять подходящие разные бывают еще докупить сюда еще метровую можно 50 сантиметра если надо и собирать и разбирать очень удобно именно пакс люблю кто ищет хороший себе шифонер шкаф гардеробную я могу посоветовать и много шкаф обошелся мне с доставкой я тут напишу точную сумму и Субтитры сделал DimaTorzok Ну что девочки, детскую комнату я завершила, она у меня получилась вот так, ручки, как я сказала бы, поставила темно-синий под цвет стены, они очень красиво сочетаются, ничего особенного, здесь его птиники, тетради, лего, боксерские перчатки, вот эти и дерево, их школьные деньги учат. Буквы по веточкам. Так, вот такая комната у меня получилась. Самолетик, он меня попросил вот так туда сделать и мне кажется она очень красиво вписалась по цвету и я ее оставила. В будущем я повешу здесь тюль какую-нибудь для уюта и куплю красивые подушки и покрывала и ковер я ему сюда куплю. И возможно я еще столики, кресла еще в будущем, я не знаю, поменяю, а сделаю полку, чтобы у него место, куда он мог в своей книге все положить, чтобы все было под рукой. Пока так, главные стены, все сделано, потолок у меня здесь пятно было, оно оттерлось, все идеально получилось. Надеюсь вам понравится. Это просто обычный базовый ремонт. Я тут делала стены, убиралась и расставляла пока мебель. А по ходу обживания будет понятно, что здесь лишнее, что еще надо. Двери я еще не покрасила, двери я буду красить в последнюю очередь. Это он повесил свои рисунки, конечно, это все я не одобряю, здесь буквы в форме, мне не очень нравится, но он очень большой фанат в последнее время какой-то игры, танки. И вот эти танки он рисует. Ну вот, вот все его игрушки, и здесь у него в двух контейнерах лего, и вот здесь игрушки, которые на пульте. И все, шкаф, пока я просто все разложила, так наброски сделала, так вот, просто вещи положила, это временный, это не все его вещи, еще их надо разбирать, что ему стало мало, надо убрать. Это просто наброски, шкаф вполне достаточен для него, вы знаете, что я не люблю родную одежду, ни посуду, ничего, от чего, что он не будет носить, или у него будет лежаться, я буду избавляться. Поэтому, по мне, шкаф очень достаточен. Так вот, девочка, все, что у меня получилось, я буду ремонтировать дальше, еще у меня две спальные комнаты, буду их доделывать. А вот детская вот так получилась. Надеюсь, вам понравилось это видео, если оно вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваше мнение, комментарии, включайте колокольчик. Желаю вам всем мира и добра, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok